Друзья, привет! Традиционный, можно сказать, доклад про жизнь в Петербурге. Напомню, речь идет об аналитике партнерского анкетирования, которое мы проводили летом перед большой партнерской конференцией. Сейчас мы выделили сегмент именно Санкт-Петербурга, то есть тех партнеров, которые именно в Санкт-Петербурге отвечали на эти анкеты. И отдельно про него поговорим. Прежде всего, конечно, как выглядит этот срез. Скажу сразу, что выборка довольно-таки репрезентативна. Порядка 30% вообще всех партнеров Санкт-Петербурга ответили на анкеты. Это означает, что мы видим довольно интересную картину. Она затрагивает все сегменты партнеров. Вот так всегда. Начинаешь выступать, и тебе кто-то звонит. И по статусам, и по возрасту партнеров. В общем, все примерно понятно. Значит, мы видим хорошие… У нас петербургский сегмент немножко отличается от общего российского. У нас более-менее ровное разделение на три категории партнеров. То, что мы показывали другим. Да, кстати, у нас по-общему бизнес-партнеров сильно больше, чем у всех остальных. А вот в Петербурге примерно равные. Но давайте посмотрим, что вы нам рассказываете про ваш штат. И про изменения за последние полгода. То есть, что произошло в штате партнера за полгода. Значит, зелененький столбец – это январь, и, соответственно, желтенький – это текущий июнь. Мы видим, что у нас происходит постепенное укрупнение. То есть, количество партнеров, которые отмечают у себя штат от шести и выше человек, в общем, постепенно эта доля растет. И в некоторых моментах, в общем, существенно. Я стою с той стороны, где стабильность совершенная. Вот от 20 партнеров, компания от 20 партнеров не растут. Они фиксируются на том проценте, на котором есть. Но поскольку проценты небольшие, там 4,1, то это, в общем, фактически те же самые компании, которые участвовали в прошлый раз в инкетировании и говорят о том же, что они существуют в том же формате, все у них хорошо. Да, а вот здесь у нас постоянное движение в сторону укрупнения. Внештатные сотрудники, то есть привлечение дистанционных разработчиков или, я не знаю, кого еще, менеджеров в продаже, некоторые привлекают дистанционных. Но у нас меняется формат, и это заметно в целом по партнерской сети. В Санкт-Петербурге тоже, что количество тех, кто не привлекает дистанционных сотрудников, в общем-то, постепенно уменьшается. В Санкт-Петербурге даже заметно, что тут, если в целом по партнерской сети процент меньше, то здесь процент прям заметен. Ну и чуть-чуть, опять же, смещается в сторону увеличения количества внештатных сотрудников. Изменения не такие критичные, чтобы они там серьезно влияли на то, как вы пользуетесь аутсорсом сильно или в меньшей степени. Да. И, собственно говоря, про продажи. Вот здесь картинка чуть более депрессивная. Что вы говорите нам о том, как вы подросли? Количество партнеров, то есть доля партнеров, у которых продажи выросли хорошо, уменьшилась. У тех, у кого… Ну хорошо там в 100%. Да, да, да. Ну вот, например, у кого есть падение или отсутствие роста, там количество партнеров больше. Ну давайте посмотрим, с чем это может быть связано. Одну секунду. На самом деле, это первый график на партнерской конференциях в Петербурге, когда вы говорите о том, что ситуация каким-то образом в худшую сторону меняется. То есть все предыдущие фактические данные и все прогнозы, которые вы строили, они были оптимистичны, причем оптимистичны даже до удивления для нас, когда вы говорили, мы вырастим в 100%, и это говорил 30% компаний. Причем которые не находились не в самом начале, когда у вас там рост очень сильный, это все нормально, вырасти там на 100 тысячи процентов, а которые находились примерно в середине своего развития, и они все равно говорили, да, я в следующем году или там в следующем полугодии сделаю плюс 100, плюс 150 процентов. Ну и по прибыльности. Тут мы тоже вас спрашиваем, какая прибыльность у компании, то есть ее рентабельность. И в общем здесь на самом деле все не так уж плохо. По крайней мере, ну уж 20% большая часть компании себе обеспечивает. Хотя произошло некоторое перемещение из зарабатывающих чуть побольше, зарабатывающих чуть поменьше. Мне хочется на этом слайде верить, что вот это вот зарабатываем больше 50, а мы все время говорим и привлекаем разных участников рынка, которые говорят про свою эффективность и про свою маржу. И вот маржи больше 50% на веб-рынке я нигде не слышал из тех, кто считает ее. И мне очень хочется верить, что вот это падение последнего столбика, текущий момент, это люди, которые начали считать и по факту обнаружили, что действительно не 50% они переместились куда-то в другой столбик. То есть да, я в плюсе, но вот не в 50%, а не знаю, в 20-30. Теперь будут и считать. Да, ну и по прогнозам. А прогнозы у нас совершенно оптимистичные. Подавляющее большинство считает, что вырастут, вырастут продажи проектов и все будет хорошо. На самом деле так больше половины, считаю там сильно больше половины, что либо вырастут значительно, либо незначительно. Но есть еще там четверть, которая считает, что продажи не вырастут или упадут. И только 3% участников говорят, что продажи будут ниже, чем в текущий момент. Это доля партнеров, отвечающих на вопрос. Нет, имелось в виду не в штуках продажи. Продажи имеются в виду все-таки в деньгах. Мы не имеем в виду там маржу, которую человек получит. Мы все-таки говорим провал, но тем не менее. Да, увеличение количества входящего потока. Субподряд. Здесь такая интересная статистика. Это январь. То есть это то, что было в начале года. И то, как вы, наши партнеры, используете субподряд. То есть работаете с ним или не работаете. Как мы видим, здесь разделено по статусам. Золотые меньше работают субподрядом. Сертифицированные больше, бизнесы меньше. Еще меньше даже, собственно, примерно понятно. Кто не работает, в общем, сереньким обозначено. Вот как изменилась ситуация на середину года. У нас увеличилось количество бизнес-партнеров, которые работают. Причем это заметное изменение. Чуть-чуть подросли в золотых. В сертифицированных также произошло заметное увеличение. То есть более голодные, наверное, что ли стали. Или просто стали наконец-то дружить и отдавать друг другу заказы, и работать с ними, что, в общем, считаю, позитивной динамикой. У меня просьба по физнагрузкам. Мы в прошлую партнерку экспериментировали немножко. Мне показалось, что не здорово получилось. Но если повторять, то я верю, что получится. Вот сейчас люди, которые готовы взять заказ себе от других партнеров, поднимите вот так руки. И вот те, кто хочет отдать заказ, а у меня регулярно спрашивают, кому? Не опускайте, не опускайте руки. Запомните этих людей. Будет кофебрейк и обед, пожалуйста, подойдите к ним и скажите, я хочу отдать, и поговорите об условиях. Подождите, а кто хочет отдать? А те же руки. Спасибо, правильный вопрос, да. Задавай правильный вопрос и получай правильный ответ. Вы поняли, где встретятся друг с другом. Повернитесь. Давайте еще интересные цифры. Это стоимость нормы часа, то есть часа в компании. Ну и здесь мы видим, конечно, правильную, позитивную динамику. Количество, стоимость нормы часа растет. Это за последние три полугодия. И самое отрадное для меня, что в Санкт-Петербурге количество неоценивающих резко падает. Я не знаю, что случилось за последние полгода, но это прям отрадно. Наконец-то начали считать. Видимо, и прибыльность… Очень хочется верить, что эти последние столбики падают, потому что вы начали считать. Это здорово. Совершенно верно. Если мы сравним стоимость норма часа со страной, вот в Санкт-Петербург вторая строчка, ровно тот слайд, который я летом показывал. Мы можем видеть, как мы выглядим на фоне остальной страны. Мы чуть-чуть отстаем от Москвы, но с остальными регионами более чем достойно, что ожидаемо. Количество проектов, которые выполняет партнер в среднем за полгода и сравнение с прошлым полугодием, вернее, с прошлым годом. В количествах проектов мы решили сравнивать не с началом года, потому что бывают флуктуации сезона, и сравниваем ровно с прошлым июнем. И здесь у нас происходит тоже увеличение количества проектов. Мы видим, что большая часть партнеров стала делать проекты в сегменте 10-20, а количество 1-2 и чуть более уменьшается. Что еще? Типы проектов, которые делает партнер. Это, конечно, такая очень средняя температура по больнице, но здесь есть на что посмотреть. Сложные и простые интернет-магазины в целом занимают большой сегмент, там 40%, и, в общем, это очевидно. Сложные, индивидуальные сложные проекты. Этот показатель, кстати, сильно больше, чем в целом по партнерской сети. В общем, говорит о том, что в Санкт-Петербурге сложных индивидуальных проектов делается больше, и партнеры на этом, видимо, хорошо зарабатывают. Ну вот сложные корпоративные сайты, тоже большая доля. Не изменяются в целом относительно там общего. И вот маленькое уточнение. Внедрение корпоративов, вот здесь написано, 8% маленькой доли. Вот это мы говорим про студии, которые занимаются чем-то. То есть это не вал денег. Мы на другом слайде посмотрим, там, по-моему, будет статистика, которая показывает, что на Bittrex 24, в среднем по партнерской сети, зарабатывают существенно больше, чем эти 8%, хотя занимаются этим не очень большое количество студий. Чуть поговорим позже. Да, это будет очень важный момент. Средняя стоимость проектов в тысячах рублей. Ну тут вообще прям хочется местами плакать. В сравнении с 2014 годом, 2015 года, и что мы видим? Что, собственно говоря, сайты-визитки, ну то есть ныне это, видимо, лендинги, да, так и стоят совсем ничего. И причем стоимость здесь падает. Полагаю, что из-за готовых решений и большого их количества появления. Сложные корп-сайты. Хотя я, честно говоря, в это вкладываю там побольше, это все-таки, ну то есть это не просто набор там обычных пунктов меню о компании, список услуг и так далее. Я в это вкладываю чуть побольше, не понимаю, почему сложный корп-сайт должен стоить 120 тысяч рублей. Для меня это пока странно. Простые магазины, понятно, на шаблонах порядка 85, и изменения здесь в меньшую сторону, опять же, что… Видимо, говорит о том, что это готовое решение. На самом деле Marketplace растет хорошо, и готовые решения еще не активно используются. Мы в нормы часах в стоимости растем, а в стоимости там простых магазинов, например, падаем. Ну и сложные интернет-магазины подрастают, сложные и уникальные проекты подрастают в цене, а вот внедрение Core-портала, наоборот, и вообще Bitrix24 снижается. Есть предположение, что здесь есть немного отоблака, что мы немножко путаем два понятия, ну или не путаем, смешиваем два понятия, коробка и облако, и вот сюда попадает внедрение в том числе облачных проектов, которое тоже началось. Если раньше было странно достаточно слышать и партнерам в том числе, что есть внедрение облачного продукта, то теперь все более-менее к этому приходят, понимают, что даже облако нужно рассказывать, как пользоваться, нужно учить клиента, как это делать, и объяснять, что это тоже стоимость внедрения и консалтинга. И, видимо, она здесь как раз сыграла на понижение. Я обращу еще внимание, что на самом деле цена сопоставима со сложным интернет-магазином. Если вы занимаетесь интернет-магазинами, для вас, может быть, хорошим вариантом диверсификации, то есть перехода и зарабатывания примерно на том же уровне стоимости на другом типе проекта, который, в общем, сейчас в перспективе. На Bittrex24 вы видели в начале презентации, мы говорили о том, что он растет в три раза, и это прям хороший растущий сегмент. По зарплатам. Это у нас менеджер, и это, опять же, только Санкт-Петербург. Как мы видим, большинство, подавляющее, большинство менеджеров проектов зарабатывает у нас вот в этом сегменте до 40 тысяч рублей. Там 26-40, если нижние строчки не очень видно с последних рядов. Да, 25 до 40 тысяч рублей. Ну и, собственно, чуть меньший сегмент – это от 40 до 60. Причем от 40 до 60 падает с 39 до 31%, но менеджеры, которых ценят сильно, в 60-80, они растут с 6 до 8%. Надеемся, что менеджеры становятся лучше, и вы готовы им платить действительно больше денег. То есть они отрабатывают то, что им платят. Да, да, да. Сравниваем это со страной, эту картинку, и мы видим действительно, что на самом деле там сильное отличие, например, от Москвы. Вот в этом вот сегменте от 20 до 26 до 40 тысяч рублей в Санкт-Петербурге – это сегмент сильно больше, чем, например, в Москве. В Москве там преобладает, ну, в общем, подтягивать. У нас сегодня будет отсылка, забегая чуть вперед, в докладе про эмоциональный интеллект мы будем говорить и про менеджеров, и про их оценку, и про их вклад. Про реальную ценность и вклад в продажи компании. Разработчики. Тоже очень интересная история. Мы разделяем разработчиков на три категории, соответственно, младшего уровня, среднего и высокого уровня разработчики. И, в общем, картина кажется очевидной. Чем меньше уровень разработчиков, тем меньше он получает. Ну вот смотрите, джуниор, начинающий, у нас с вами находится в сегменте до 25 тысяч рублей. Я не понимаю, кто сеньором платит 40, но… Или кто называет сеньорами тех, кому платят 40. Вот из этой серии делайте вывод. Давайте посмотрим на сравнение этих же показателей со страной. В Москве тоже много джуниоров, и им платят там примерно те же деньги. Есть, кстати, в Москве, удивительно, кто джуниору платит вот самый-самый максимум. Ну ладно, будем надеяться, это флуктуация статистики. Средний сегмент в Санкт-Петербурге хорошо показан. Вот он, пожалуйста, порядка 40 процентов, тоже до 40 тысяч. Ну и самый высокий сегмент. Да, у нас в Питере, в общем, представлен не очень. Непонятно, то ли вы недооцениваете разработчиков, то ли что. По сравнению, например, с Москвой, явно смещение происходит. Однако в Москву догоняем. Давайте посмотрим еще несколько анкетных вопросов, которые нам показалось интересно сейчас озвучить и с вами немножко порассуждать. Это фактически информация, когда мы спрашивали вас, что сдерживает рост вашей компании. Это вот та картинка в среднем по петербургскому рынку. Как вы полагаете, почему вы не можете вырасти? Да, и здесь, в общем, что немножко удивляет, 37 процентов недостаточной спросной услуги. Ну, я на самом деле трактую это не как недостаточный спрос, потому что спрос-то есть. Ну, то есть мы его видим, мы видим рынок и так далее. Я его трактую как недостаточно хорошо сумели продать. Там не получилось привлечь клиентов. Или окончание входящего потока. То есть если вы раньше жили на входящем потоке и не занимались продажами фактически, и он каким-то образом к вам тек, и этого хватало, то теперь он действительно чуть закрывается и становится меньше, а у некоторых пересыхает. Ну, и на втором месте вообще в целом это кадровый вопрос. Да, это связано с квалификацией и с поиском новых сотрудников. 14 процентов отмечает эффективность работы компании. Но мне казалось, что мы даем вам все необходимые инструменты для того, чтобы с этим работать и всячески стараемся вас учить. Про поиск новых сотрудников тоже очень много вопросов. Очень много вопросов и лично мне, как найти того или иного специалиста. И вот практика действительно показывает, что самый оптимальный и по скорости, и по вложениям, по результату способ, если мы говорим про программистов, это учить их, учить самостоятельно. Мы для этого сделали там большой проект Академия, там есть разные-разные инструменты. Мы недавно отдали в бесплатную версию курсы, которые были в Академии. Кто знает, кстати, что есть курсы в бесплатном формате? Ух ты, много, но 40% все равно нет. Далеко не все. Да, друзья, у нас мы сколько, полтора-два года практиковали онлайн-обучение в платном формате, когда вы можете посмотреть видеоролик, там есть домашние задания, вы их делаете, отправляете обратно, преподаватель возвращает обратную связь, говорит правильно, неправильно. И на самом деле такие курсы позволили очень здорово ввести программиста, у которого есть базовое понимание программирования в платформу Bittrex. И был курс расширенный для тех, у кого уровень повыше, и он отлично стреляет на самом деле. Мы эти курсы отдали сейчас в бесплатном формате. Эти видео можно смотреть, эти задания можно делать. Сейчас нет вот той части, которая проверка. Связана с индивидуальным консалтингом, его сейчас нет, но полностью научиться. Его в принципе можно заменять своим консалтингом старших товарищей. То есть для того, чтобы проверить задания, там младший товарищ отправляет старшему, и старший возвращает ему обратную связь. В Петербурге есть очные курсы. На них тоже можно походить. То есть возможностей на самом деле много про программистов. А про продажников, я давайте еще раз отсылку сделаю к эмоциональному интеллекту, докладу. И вот там мы чуть посмотрим, каким образом их искать, смотреть. Думаю, здесь в основном как раз про разработчиков идет речь, по крайней мере по отзывам, потому что говорят мне, партнеры, Миша, все-таки основной ресурс это разработчики, и с ним больше всего проблем. Но 37% показывает, что в продажах тоже дыра. Я еще по поводу, хотел сказать, что на самом деле джуниоры стоят недорого, как вы все заметили. Учить их бесплатно, так что, собственно, вперед, закрывайте вот эти вот 40%. Образно, все образно. Я в том смысле, что теперь нет физических затрат. Мы как гусары денег берем больше. Да, да, да. Вот еще касательно продаж, что бы мы хотели отметить. Вопрос, как продается Bittrex24. Ну, то есть, грубо говоря, мы вас спросили, что у вас вообще с продажами Bittrex24? Что вам ответили? 55% сказали ничего. 3% сказали, что отлично, мы, собственно, только Bittrex и занимаемся, это наш основной доход. И 42% продаем только дополнительно. И, в принципе, на общие продажи не влияет. Это примерно то же самое, что ничего. То есть, ну… То есть, если клиент попросит, ну окей. Да. Если клиент нас уговорит и за нами побегает, мы, наверное, Bittrex24 ему предложим. Можно получить компетенцию, успеть, да и продать ему эту коробку, там, ну там, что очень надо. Да, 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 совершенно верно. При этом, опять же, вы люди, которые пользуетесь этим инструментом. Вот смотрите, мы спросили, пользуетесь ли вы Bittrex24? 55% облака, 25% коробка. Вы знаете этот инструмент, вы умеете с ним работать, вы его используете в повседневной жизни, что мешает его продать. Ну, то есть, грубо говоря, вам даже, по сути, учиться не надо ни функционалу, ни каким-то аргументам и так далее. Это тот рынок, который растет, на котором можно сейчас действительно заработать. То есть, фактически, сделать презентацию сервиса клиенту может любой человек, который с ним работает, а работает 80% из вас. Где вот так грань в голове, которая мешает после того, как вы рассказали клиенту продать ему, выставить счет и забрать деньги? Я не очень понимаю. Ну, там, на самом деле, грань, видимо, есть там, мы сайт сделали, в общем, нам хорошо, почему бы там ему не прийти и не продать еще Bittrex24? Вы уже много о клиенте знаете, вы уже можете к нему пойти с конкретными предложениями, вы понимаете, как ложится Bittrex24 на его потребности. Но еще раз, мы очень рекомендуем посмотреть на продукт Bittrex24. Он показывает феноменальный рост относительно сайта, платформы для сайта, и это действительно очень растущий сегмент. Вы видите это по семинарам, по обратной связи, по нашему маркетингу, по вашим клиентам. И следующий тоже момент, который, опять же, касательно продаж, падения и рентабельности, создание мобильного приложения. Вы знаете, что у нас есть платформа Bittrex Mobile. Мы спрашиваем, делаете ли вы мобильное приложение и вообще предлагаете ли такую услугу? Только 15% ответили, что предлагают. Опять же, 46% не предлагают, и 39% иногда предлагаем. Для меня это примерно то же самое, что не предлагаем вообще. Соответственно, я из этого делаю вывод, что большая часть партнеров не уделяет внимания этому продукту и вообще рынку, который за этим идет. наш продукт довольно перспективен. Он много есть. Уже много есть кейсов. На них можно посмотреть, послушать, спросить, в Apple Store найти, в Google Play поискать и пощупать. Есть, что предложить клиенту. И есть ниши, с которыми это действительно работает. На самом деле, по нишам мы всегда говорим про мобильные приложения. Это те же самые клиенты, которые заказывают у вас сайт, по сути. Если у клиента есть регулярная коммуникация с покупателем, тогда мобильное приложение это то, над чем стоит задуматься. То есть если раз, не знаю, в неделю что-то человек покупает, у меня есть банальный пример про магазин с кормов для животных. Ну вот я все равно буду там покупать что-то с завидной периодичностью, и вы там прогнозируете это. Условно, я там для маленького ребенка буду покупать подгузники. И есть несколько кейсов, которые характеризуются регулярными покупками. И клиенты часто хотят попробовать мобильное приложение, но цена попробовать, если мы не говорим про коробку битрикса, а говорим про нативную разработку, она очень высока. Для того, чтобы опробировать гипотезу, выбросить пару миллионов на разработку, а потом на продвижение, достаточно дорогое удовольствие. Немного и могут решиться на это. С использованием коробочного продукта тестирование этих гипотез становится очень простым. А давайте так, кто пробовал смотреть на коробку битрикс мобайл? Можно я тоже подниму руку? Ух ты! Вот об этом пытаемся сейчас сказать. Немножко зафиксируйте себе вот эту идею, что на самом деле посмотреть надо, как минимум посмотреть, потому что есть основные возражения разработчику. Я ничего не понимаю в мобильном программировании. Вам не нужно понимать. Вы знаете HTML, вы знаете JavaScript, этого достаточно. Вы знаете PHP и собственно компоненты битрикса. Это достаточно для того, чтобы выпустить для клиента мобильное приложение. Да, все остальное, как подсказывает Юра, делает конструктор. Там действительно все очень просто. И можно действительно за очень быстрый срок выпустить, за очень короткий срок выпустить хорошее приложение, которое поможет клиенту опробовать эту технологию. И это относится не только к товарам, про которые говорил Миша. Это относится к услугам. Вы можете говорить с сервисными компаниями, которые оказывают регулярные услуги. Это могут быть юристы со своей поддержкой, сопровождение бухгалтерии, личные кабинеты, взаимодействие с клиентами, в том числе с корпоративными. Сценариев на самом деле масса. Попробуйте развернуть свое мышление, свои продажные мощности в то, чтобы поработать с мобильным приложением. И развернуть NFR-овскую коробку. Bittrex Mobile, она у вас есть. Если ее нет у вас прям NFR-у ключом, попросите ее в партнерском отделе и посмотрите на нее. Да. Ну я надеюсь, мы вас немножко зарядили позитивом и вы все-таки не в таком виде будете уходить с партнерской конференции. А с оптимизмом и с новыми идеями. Давайте пару вопросов, если у вас есть, мы поотвечаем. Наш доклад, по-моему, не вызвал вопросов. У нас статистика. Это мы всех загрузили вопросами. Простите, друзья, мы в другом формате сегодня. Вы обычно задаете, а тут мы вам задаем вопросы. Видимо, многое получилось. Все, неужели вопросов не будет? Нет? Ну все. Спасибо, коллеги. Спасибо.